Сегодня утром в Екатеринбурге в больнице в 74-летнем возрасте умер от ковида Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Игоря Дятлова, по сути главный специалист по дятловской тематике и наш товарищ, с которым мы сделали не один фильм про погибших туристов-дятловцев. Фонд осиротел. Кто останется теперь на хозяйстве, неизвестно. Что символично, последняя экспедиция, в которой Юрий Константинович побывал в этой земной жизни, была на перевал Дятлова. В июле в Екатеринбург прилетел известный британский журналист Грэн Филлипс, который в свое время работал на Донбассе и единственный из западных репортеров рассказывал правду о том, что там происходит. Потому был объявлен чуть ли не врагом государства в нескольких странах. Он прибыл в Екатеринбург в гости к знакомому журналисту, и тот устроил ему путешествие на перевал Дятлова, туристическую жемчужину теперь уж мирового размаха. Среди прочих взяли в экспедицию и главного эксперта по дятловцам Юрия Кунцевича. И с ним случилась драма почти как с 10-м выжившим в феврале 59-го года участником группы Дятлова Юрием Юдиным, у которого, напомню, заболела нога, и он уехал домой до выхода на маршрут и потому остался жив. У Юрия Кунцевича тоже заболело колено, и он даже отказался от восхождения на сам перевал. Как пишет корреспондент комсомольской правды Наталья Варсегова, которая специализируется на тематике перевала Дятлова, цитирую по комсомолке, во время экспедиции он пожаловался, что у него болит колено. По приезду обратился в больницу, но было ощущение, что дело не в колене. Он просто плохо себя чувствовал. В больницу он попал с поражением 40% легких. Конец цитаты. Вчера близкие Юрия Константиновича оптимистично сообщали, что он вроде бы как пошел на поправку, и его смерть сегодня утром стала для многих шоком, для нас в том числе. Ну просто когда по телеку ежедневно рисуют эти фронтовые пандемические сводки, столько-то человек погибло от ковида, столько-то заразилось. Это, конечно, напрягает, но это абстрактные цифры. Сегодня больше, завтра меньше. За ними нет конкретных имен и судеб. А вот когда умирает от ковида человек, которого ты близко знал больше двух десятков лет, с которым плотно сотрудничал, это напрягает невероятно. Юрий Кунцевич был здоровым человеком, походником, без вредных привычек, но, видимо, ковид зацепился за его 74-летний возраст. Светлая память, царство небесное. Покойся с миром, дорогой Юрий Константинович, а вы, друзья, если у вас нет противопоказаний, прививайтесь от девятнашки, ибо она, как русская рулетка, неизвестно где, когда и кого убьет.